Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа Вести Карачаева Черкесия. С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Карачаева Черкесия стала местом, где установили мировой рекорд по взагогорному погружению, который был установлен на высоте 2550 метров. Гой сегодняшней программы, руководитель проекта «Маяки дружбы» Павел Павловский подробнее расскажет о деятельности своего проекта. Махар-2021 в Карачаево-Черкесии прошел высокогорный молодежный форум. Его участниками стала молодежь Северокавказского федерального округа. Очередной мировой рекорд установили в Карачаево-Черкесии. Несколько дайверов установили мировой рекорд по ночному высокогорному погружению. Участники экспедиции поднялись на высоту 2550 метров и опустились на глубину озера 16 метров. В результате был установлен мировой рекорд самое глубокое ночное погружение с аквалангом на наибольшей высоте. Итогом погружения стало создание 3D-модели озера Безмолвия. Отметим, что рекордсмены родом из Белоруссии и Кубани. Нужно ли наказывать хозяев бродячего скота? Если да, то как? В туристическом городе Тиберда местные власти нашли национальный способ борьбы с безнадзорным выпасом скота. Эффективность данного решения узнавала Фатима Даурова. В Тиберде открылась новая штрафстоянка для домашнего скота. А это значит, что животных, которые свободно гуляют по территории города, будут приводить сюда. И они здесь будут находиться до тех пор, пока хозяин не заплатит штраф. Решение проблемы безнадзорного нахождения домашних животных на улицах города очень своевременное, считает глава администрации Тиберды Расул Хубеев. От жителей очень часто поступали жалобы в связи с тем, что беспризорные коровы разгуливали на улицах города и в поисках еды разбрасывали бытовой мусор с контейнеров. Зачастую они становятся участниками и виновниками различных ДТП. Принято постановление мэра Карачаевского городского округа. Во исполнение постановления мы создали две площадки, стоянки для загона скота, вольно пасущихся на территории микрорайона, на мусорных площадках, в парковых зонах, на федеральной трассе. Со вчерашнего дня мы начали отлов. Перемены есть, еще бы коровы нас не гуляли, было бы вообще хорошо. А что насчет коров вы можете сказать? Насчет коров стало, конечно, немножко меньше за последнее время, но вообще ходят, вот на мусорке особенно. Чем они мешают? Ну как идешь лепешка, эти лепешки, вы поставите себе асфальт весь лепешка. Не очень приятно. А так у нас дома соседка старалась, розы, подошли козы, все съели. Ну приятно. Вот вниз поедали, я даже не езжу, а вот люди здесь делают цветы, клумбы, а у нас ничего, у нас коровы все съедают. Отлов животных будет проходить в ходе патрулирования улиц города. Сегодня мы не успели застать беспризорников во временных загонах. Их буквально забрали хозяева перед нашим приходом. Как говорят местные власти, такая мера очень актуальна, и сами владельцы домашнего скота уже стали дисциплинированием. Штраф в размере от 1 до 15 тысяч рублей хорошо отрезвляет. Фатима Даурова, Расулбердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. А сейчас погода на выходные. Не переключайтесь. Расулбердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Вот уже несколько лет функционирует межнациональный волонтерский проект «Маяки дружбы башников Каза». Совсем недавно участники побывали в Карачаево-Черкесии и провели различные экологические акции и познакомились с богатой культурой нашего региона. Руководитель проекта Павел Павловский потропнее рассказал о деятельности участников нашему корреспонденту Алихану Лепшокову. Ну, для начала, Павел Владимирович, расскажите, пожалуйста, откуда зародилась идея проведения вот такого волонтерского проекта? С 2016 года существует наш проект. Начинали мы... На тот момент я даже не понимал, насколько это сложно, потому что не слишком хорошо знал историю. В 2016 году первый проект прошел в Осетии, в Ингушетии. То есть у нас была группа в Осетии, была группа в Ингушетии. Ребята менялись, осетины и Ингушетии не менялись. Вот, у нас была красивая встреча на реке Терек, старейшины из Ингушетии, старейшины из Осетии. Встречи, разговоры мы устроили телемост. Хамхоевы и Цаликовы вместе разговаривали, обсуждали что-то. Вот. С тех пор наш проект существует, развился у нас есть. Вот сейчас мы присутствуем на... Сейчас мы реализуем культурологический проект, называется «Башня Кавказа». Мы работаем на исторических объектах. А есть еще патриотическое направление, называется «День Победы один на всех». Вот. Там есть у нас еще несколько направлений, несколько линейок. Но вот эти вот две основные. И с 2016 года мы побывали уже, наверное, в 32 регионах, получается. То есть мы объехали весь Северный Кавказ, Ставропольский край, то есть все республики. Мы были в республиках по Волжье. Расскажите нам, пожалуйста, какие экологические мероприятия вы провели в Карачаево-Черкесии? В этом году наш проект, мы каждый год пытаемся придумать что-то новое. То есть вот на эту общую формулу сделать еще что-то сверху. И в этом году мы назвали это проекты развития. То есть у нас с ребятами задача на закрытие в Дагестане 18-го числа от каждой группы, а их у нас четыре, защитить какой-то один из проектов. И вот, думая об этом, ребята обратили внимание, что нет ни одной мусорки по дороге к Софийским водопадам. Вот мы же прошли пешком, ни одной мусорки. Мусор есть, а мусор нет. Вот. Думаю, может быть, с этим тоже можно что-то сделать. Очень хочется сделать что-то такое знаковое. Ну, то есть, что бы осталось, пусть даже в виде мусора. Мне кажется, это очень полезное изобретение людей, когда мусор можно утилизировать. Вот. Мы работали в Сауран, мы работали на поляне, где памятники героям. Ну, и здесь мы собирали тоже мусор в первый день, когда приезжали. Ну, и здесь его очень мало. Я повторюсь, вот мы здесь были в 2017-2018, конечно, гораздо ухоженнее, гораздо чище. Много людей. Это очень приятно. Павел Владимирович, расскажите нам, пожалуйста, как говорится, ваш проект направлен на межнациональное согласие. Вот насколько это важно? И второй момент, что вы узнали нового в Карачаево-Черкесии? Очень важно. Дело в том, что вот у нас в команде есть ребята из Ингушетии. И ребята из Ингушетии проводили, в свое время делали большой проект, когда они проводили генетику, генетическое обследование разных групп людей, живущих на Северном Кавказе. И оказалось, что все галлы-группы, они на самом деле, ну, все очень разные. Мы все очень перемешаны здесь, в этом плавильном котле. И, по большому счету, делить нам нечего. Ну, вот. Наш проект, это доказывает, что на человеческом уровне, на уровне человеческой дипломатии у нас все одинаково. Мы смеемся над одним, мы плачем от одного, мы едим хлеб, он нам кажется одинаково вкусным или одинаково невкусным. Мы вместе работаем, вместе отдыхаем, и у нас нет проблем, ну, никакого взаимопонимания. У нас же есть важная стратегическая подспудная задача. Дело в том, что не секрет, что в волонтерстве, общественной жизнью занимаются ребята с большой внутренней энергией. Люди, которые очень часто продвигаются наверх, еще что. И мы очень рассчитываем, что через 10, через 15 лет вот эти молодые ребята, которым сейчас 20, 21, они займут подобающее их внутреннему интеллекту, эмоциональному место в государственной службе, в бизнесе. Они тоже будут думать о том, что рядом живут такие же соседи, такие же, как они, будут это знать. Мы очень рассчитываем, что вот это нам удастся. Поэтому, конечно, согласие обязательно. А что касается нового, каждый раз я приезжаю и узнаю что-то нового. Во-первых, я в этом году узнал, что я могу пройти 16 километров, это достаточно необычно для меня. А потом, в этом году мы были, сейчас не видно, вот там она находится, обсерватория, за нами, вот там. И я просто, если честно, ну, сказать по-простому, офигел. Вот, от масштаба этого всего, этот 60 тонн зеркала, которое как-то туда довезли, которое 716 дней остужалось, это что-то потрясающее. И в Карачаево-Черкесии, это тоже для меня новое, количество астрономов больше, однодушно население еще в любом другом регионе России. Ну, то есть, это очень круто. Ну, правда, то есть, ты приезжаешь, ты узнаешь людей, ты узнаешь, насколько богата и интересна наша страна. Ну, и в завершение хотелось бы узнать, куда вы направитесь помимо нашего региона, и как завершится ваш проект. Мы отправимся в Ингушетию, там мы будем работать на башенном комплексе Бишт. А итогом должно стать, должно стать, мы назвали это фестиваль «Россия сближает». То есть, это итоговое мероприятие, когда все четыре группы из разных регионов, это Чечня, Дагестан, Северная Осетия, Алания, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Пятигорск, Кисловодск. Мы все соберемся в Дагестане, и там пройдет большая научная работа, научная деятельность. Там будет защита проектов и пленарное заседание, посвященное вопросам формирования российской идентичности, вот того самого единства. Там будет министр по делам национальной политики и религии Дагестана, там будут представители казачества, что нам особенно приятно, будут представители Ставропольского края, Карачаево-Черкесии. Надеюсь, это получится достаточно интересно и полезно. Спасибо вам большое за такую теплую беседу и желаем успехов в вашей работе. В Карачаево-Черкесии прошел традиционный форум «Махар-2021». В нем приняли участие представители молодежных организаций и студенческих объединений Северокавказского федерального округа. Данный форум был посвящен вопросам туризма и организации сервиса. Тему продолжит Аслан Гирюгов. Уже полюбившийся всем форум по традиции прошел в одноименном Махарском ущелье. Он проходил при поддержке Российского союза молодежи и Федерального агентства по делам молодежи. На площадке форума «Махар-2021» предполагается разработка конкретных механизмов и инструментов, направленных на развитие студенческого туризма в СКФО с использованием туристических преимуществ. В рамках форума проходили различные встречи, проводились образовательные программы по направлению креативности и творчества, проектное мышление, туризм и организация сервиса. «Махар» — это все же место для отдыха, но при этом каждый из нас вовлечен в какую-то деятельность. Кроме образовательной части была предусмотрена обширная досуговая программа, включающая в себя цикл спортивно-оздоровительных занятий, игр и горно-пеших маршрутов с посещениями ледников и высокогорных озер. Изюминка форума заключается в живом общении, ведь на территории форума нет сотовой связи. Ребятам приходилось решать свои проблемы в команде без интернета. Данная идея помогает сплачивать людей в коллективе и повышать их работоспособность. На «Махар» я впервые. Я пришел получить много новых знаний и благополучие получил. Также очень понравилось то, что организаторы были чуткими, они дали много важной и полезной информации, наладили отношения с дружескими, со всеми участниками. Также организаторская спортивная часть, она была идеальна, на мой взгляд. Мы весело провели время, если обобщенно сказать. Мы были неделю тут без сети, без связи. И на самом деле живое общение сближает людей. А горы, такая атмосфера, уютные атмосферные люди, которые готовы помочь в любой момент. Интересная образовательная программа, гости интересные. И для меня, как альпинистки, походы в горы, мне безумно понравилось. Как показывает практика, форум «Махар» дает участникам отличную базу знаний, которая помогает им в создании собственных проектов, которые помогают региону. Многие участники прошлых форумов неоднократно успешно защищали свои проекты и реализовывали их. Помимо этого, каждый участник находит здесь новых друзей, которые помогают ему в достижении своих целей. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго!